Сегодня мы сравним самые дешевые и дорогие кибер-клубы Дубая. Увидим полноценные кинотеатры, компьютеры из 2010 года и, наконец, заведение, которое стоит, внимание, 6 миллионов долларов. Обязательно советую досмотреть до конца. А на экране последние 50 подписчиков этого канала. Подпишись, чтобы попасть в начало следующего ролика. Мы находимся в районе Дейра. Это далеко от Дубая. Мы ехали сюда полтора часа по пробкам. Все потому, что мы нашли клуб, где стоит один час всем дирхам. Давайте посмотрим, что мы можем получить за эти деньги в Дубае. Первый – это размер. Он огромный. Здесь какой-то большой лаунж, где, конечно, никого нет, но здесь все очень неплохо сделано. Большой проектор. Сотрудничество со Старбаксом здесь каким-то образом. Старбакс арендует вот это место и здесь можно загадать оригинальные напитки. Но давайте посмотрим как раз вот эти компьютеры, которые стоят 7 дирхам в час. Вот они. Но, к сожалению, это не какие-то новенькие компьютеры. Это уровень 1,6. Что мы получаем за 7 дирхам? Кресло. Кстати, оно хорошего качества. Оно неубитое. Клавиатуру, которая, наверное, стоит 3-4 доллара. Маленький коврик, мышка Crown и наушники дефолтные, которые были во времена 1,6. И владелец клуба сказал, что тут приходят и ребята играют в 1,6. То есть чисто вот для такой истории. 200 рублей за такой компьютер в час? Это перебор, мне кажется. Ну, кстати, заметьте, сейчас 19.00, но никого нет в клубе. Вот здесь никого. А, господи, посмотрите, что и тут еще есть. Какое количество квадратов и бильярдных столов. Один час бильярда стоит 32 дирхама. Ладно, давайте посмотрим компьютеры. Смотрите, я такое впервые вижу. Сейчас мы заходим не в VIP комнату, а MIP. Так, ну, если вы все-таки MIP, то вы получаете RGB, девайсы Razer, но только в клавиатуре. Мышка у вас будет Sharkon по наушникам MSI. Но они самые обычные и на самом деле очень сильно покоцанные. А, этому клубу 20 лет оказывается. Мы получили только что такую информацию. Так, смотрите, все-таки MIP это хуже, чем VIP. Сейчас мы заходим в самую дорогую комнату здесь. Я вижу те же самые девайсы. А в чем отличие? 15 дирхам в час. И вы получаете чуть-чуть на процентов 10 лучше комплектующих. Тут еще есть такая уютная пластэшка. Не, реально видно, что клубу 20 лет. Где-то плитки нет, где-то все стерто. 800 рублей за один час игры здесь. Это прям очень дорого. Но я опять же должен привыкнуть. Тут такие цены почему-то на пластэшку дорогие. То есть в СНГ отличаются. Ну, а мы идем дальше повыше по прайсу. Сейчас мы находимся в районе JLT. Напротив меня клуб, которому более чем 10 лет. Он построился в 2014 году. Есть интересный факт. Там до сих пор стоят компьютеры с 2014 года. И цена их 5 дирхам в час. Это очень дешево. Смотрим. Так, сразу. Бешать есть чем. Это очень частая проблема. Люди открывают клубы, но у них пахнет все потом. Здесь все супер. Рабочий бар, рабочая кухня. И по размеру кажется, что там все окей с этим. Вообще клуб выглядит неплохо, честно. В этом компьютерном клубе 72 компьютера. Это очень много, потому что помещение 420 квадратных метров. Первая зона. Это у нас самая дешевая. 5 дирхам в час. Где компьютеры из 2014 года. Это 1080 просто. Кресло. Оно хоть старое, но живое. Правда живое. Ой. Клайтура у нас Razer, мембранка. И мышка тоже Razer. Герцовка монитора 144. Не, слушайте, короче, оно еле как выживает, но оно живое. По наушникам, блин, это самый дешевенький как будто вариант, который возможен. И они убиты. Посмотрите, насколько им плохо. Так, тут видеокарта 1080. Мне просто реально интересно, могу ли я получить в CS 2 стабильные 200 фпс. Давайте смотреть. Прошло уже минут 5. Мы пытаемся запустить игру, она не запускается. Она включается и сразу выключается. Раз, два, три. Есть вторая зона. Она стоит 10 дирхам в час. Это 1080 Ti. Я вижу, как люди играют в CS, и у них все окей. Но проблема только в шуме. Здесь достаточно людей в одной комнате, и когда полная посадка, здесь бывает шумно. По девайсам здесь хоть и разница в два раза, они не отличаются никак с VIP комнатой. И третья зона VIP. Вот эта зона как раз к нас и интересует, потому что это то, к чему мы привыкли. Играть то, что ниже чем 2070, ну это прям уже некомфортно. Некомфортно. Поэтому давайте смотреть уровень VIP. Погнали. Насчет девайсов. Оно все тут Razer. За монитор и респект. У них 360 герц BenQ Zowie. 25-66 кей. Это новенькие мониторы, которые используются в киберспорте. По наушникам очень достойные хопер-эксы. Это у нас клаудовторы, по идее. Я часто слышу отзывы, что очень некомфортно играть на савершоке из Дубая. Самый лучший пинг это 138. Самый лучший это 138. Просто ужас. Понятное дело, на таком железе будет все комфортно, все приятно. То есть я ни на что не жалуюсь, кроме пинга. Так, сервер от Valve. И здесь у нас пинг 6. Да, вот. Мы попали на дубайский сервер. Если вы из Дубая и вы хотите играть в КС с хорошим пингом, это только матчмакинг. Пока нет ни одного сервера вроде. Ни фейсит, ни савершок, никто другой не сделал еще дубайские серверки. Это девайсы тут дерьмо. Да, я сегодня не забыл тебя, просто не взял девайсом. Я вот дали мне мышку, мне мышка была типа со сломанной колесиком. Мне дали Viper Mini, Viper Mini нормальная. А вы заказывали кухню здесь? Да. А, так, так. Нет, не очень? Ну, а тут такое. Короче, цены норм тут. Ну, а еще тут есть бильярная зона. Четыре стола. По материалам, по качеству все окей, жаловаться не буду. Здесь, кстати, бильярд, видимо, популярен. Потому что я сколько раз уже вижу, он на каждом шагу. Ну, а также здесь есть пластэшки. 40 дирхам в час стоит здесь. А это у нас комната, которая без дверей. Но вы можете поиграть с другом, с друзьями в PlayStation 5. Цена 80 дирхам в час. Это очень дорого за такую комнату PlayStation. А сейчас мы идем смотреть следующий клуб. 20 дирхам за час. GameTown. Давайте посмотрим, что мы можем получить здесь. Клуб максимально зеленый. И, наверное, это все-таки будет немного напрягаться времени. Здесь мы видим большое количество компьютеров, которые все одинаковые абсолютно. Но, что самое главное, монитор 240 Гц. Это очень достойно. Кресло видно, что хорошее, премиальное. Рейзер, даже наушники. Рейзер мышки. Рейзер клавиатура, наверное. Тут даже коврик подсвечивается. Но он пластиковый. И, на самом деле, не для КСа. О, вот. Нам дали. Смотрите, у них прям на запас сразу же во всех этих коробках коврики. То есть, это не мой первый запрос. Поменяйте мне коврик. Но компьютер же 3090. Я думаю, что по сравнению с тем, что было в прошлом клубе, это огромнейшая разница. Очень странный и старомодный шелл. Вы можете посмотреть, как это все выглядит. Не очень красиво. Я как будто вернулся в 2001-е, но игры 2023-го года. Но сейчас час пик. 20.00. И здесь никого нет. Ну, часы два человека. То есть, как они окупаются, это большой вопрос. 26 компьютеров на втором этаже. Все снова токсичное. А, ну здесь то же самое, только на втором этаже. В общем, этот клуб для тех, кто хочет поиграть не особо с высокими запросами на эти девайсы. Если у вас нет запросов, то здесь хорошее железо, хороший монитор, хорошее кресло. Короче, я думаю, для Дубая это нормальный прайс. Вот, поэтому давайте идти дальше. Следующий клуб, он называется True Gamers. Мы находимся на Blue Waters. Это пафосный райончик. Это отдельный остров. Я бы не сказал, что здесь есть жилые корпуса. Я бы не сказал, что здесь много туристов. Раньше здесь было так. Но количество обозрений, которое здесь было раньше популярно, оно уже не работает. И трафик уменьшился. Давайте посмотрим клуб, который работает здесь. Насколько им тут комфортно. Кстати, да, я это скажу, потому что я удивился. Во всех этих магазинах нет своего туалета. В Дубае нет канализации на Blue Waters. Поэтому, чтобы дойти до туалета, нужно потратить минуту своего времени пешком. Это Влад. И он владелец этого клуба. Поэтому у меня есть к тебе много вопросов. Я готов. И сейчас вы будете задавать их. Так, сколько квадратов здесь? 164. Ну, там есть небольшие технические нюансы. Не вся почта используется на 100%. Но это Дубай. Как бы здесь это нормально. У нас в клубе представлено 4 зоны. Соответственно, по девайсам отличия нет. Мы везде используем Logitech. Сейчас в одном моменте стоят эпосы. Мы их меняем, потому что контракт не так давно и заключили. Соответственно, кресла везде Secret Lab. Разница, ну, вот, очевидно, в мониторах. 32-е под Лигу Легенд. Да. И по условному Майнкрафт. Здесь уже такое посерьезнее, как бы, для ребят. Ну, из-за испорции. Все мониторы абсолютно везде на 4D, как это называется, 3D, 5D кронштейнах. Жестких дисков нет. Мы работаем через облако. Все игры у нас в серваке. Все сюда передается. Быстро М2. Ну, ничего сверхъестественного. По девайсам вообще и по монитору все супер. По столу я ничего не садился. Очень удобная посадка. Кресло хорошее. Мне очень нравится кнопка вызова. Это идеально. А еще мне больше понравилось, как это все работает на часах. Можешь, пожалуйста, показать? Смотрите, я нажимаю на кнопку, и это появляется все на часах. Раз, два, три. А, вот, все. И что у тебя там пишется? Третья комната. Третий компьютер. Все точно, да. Это очень классно. Соответственно, у нас здесь две VIP-комнаты. Одна на 5 компьютеров, другая с рассадкой 2 на 2. Куда идем? Орел, решка. Давай в пятерку. Пойдемте на пятерку. А, так, давай сразу же покажем, что эти двери сами открываются. Почти. Ну, почти, да. Но свой прикол в этом есть. Какой-то космолет, получается. Тут у нас другие девайсы. Честно тебе скажу, попробуй эту клавиатуру. Я не знаю, пользовался это или нет. Нет, впервые. У нас пока 100 из 100. Не скажи, что это лучшее, что когда-либо в жизни видели. Слушай, я впервые это вижу. Это, видимо, шуток новенькое от Asus. Да. А насчет скорости интернета. Везде у нас гиг на выход, сотка на... Гиг на вход, сотка на выход. Здесь выше нельзя. Так, и у нас остается посттешн. Посттешн. Мы тестили. Здесь по месту 4 человека. Все окей. И как будто я больше не нужен для этой комнаты. Я узнал ценник. Для меня он пока нереально большой. 100 дирхам в час. Да, да, да. Средний ценник в этом клубе. То есть приходит человек, сколько он обычно тратит. Средний. Статистически. Слушай, ну я могу сказать, арпу с учетом туристов где-то 150 дирхамов. Так, мы заказали бургер. Вы тут не делаете ничего. Вы просто это все собираете. То есть вы все заказываете по отдельности и потом прособираете. 35 дирхамов. Давайте попробуем. Ну, бургер хороший для клуба. Это самое то. Я вышел только что из будущего. Очень классно все сделано. Ребята занимаются некстгеном. Если у вас есть деньги, то это хороший клуб в Дубае. Если вас устраивает это расположение, это окей. Но лично для меня это дорого. Ну, а сейчас мы пойдем в следующий клуб. Погнали. Следующий клуб мы находимся в районе ДжБР. И он называется Зигем. Из интересных вещей это кинотеатры. Их очень интересно показать и рассказать. Поэтому давайте начинать. Погнали. Это Антон. И он владелец клуба. Привет. Я буду тебя сейчас допрашивать. Я готов. Окей, давай начнем с первой комнаты. Что у нас здесь? Это премиум плюс. Вообще, у нас нет такого распределения дешевый, средний, дорогой сегмент. У нас все... Дорогое. Дорогое. Все на одном уровне. У нас нет общих залов. У нас везде VIP-комнаты. Девайсы во всех зонах одинаковые. Стулья во всех зонах одинаковые. Столешницы во всех зонах одинаковые. И компьютеры тоже. Беспроводная мышка. Беспроводная клавиатура. Наушники мы используем проводные, потому что... Это твой был фидбэк. Это мой фидбэк был. У тебя есть, кстати, план по замене всего того, что у тебя в клубе? С точки зрения амортизации, скорее всего, у нас заложено от 3 до 5 лет. Так, это у нас следующая комната. Отличие ее в том, что тут вместо 10 компьютеров 5 и отличаются мониторы. Отличие в том, что действительно у нас 2 таких комнаты по 5. Это мониторы 360 Гц специально для киберспорта. И для того, чтобы создать еще дополнительную какую-то атмосферу Counter-Strike, мы очень сильно заморочились и сделали вот это. Это очень классный выезд на самом деле. Не буду говорить, каким трудом в Дубай сложно было это все доставить, напечатать, сделать и вот это все разложить. И получить еще разрешение от полиции. Слушай, вот за эту стенку респект максимальный. Очень классно получилось. Она выделяется и запоминается очень сильно. Это зона премиум. Блин, 10 человек в премиум, это же очень много. К нам приходят постоянники. А наши постоянники, поскольку мы в Дубай, это риелторские агентства. Они часто сюда приходят. И они арендуют именно вот эту комнату, четвертую. 10 человек приходят, они играют 5 на 5. Им не надо отдельные разделения. Они играют здесь и им по фану. Это комната VIP называется. Эта комната сделана для одного человека, который хочет получить супер комфорт и все самое лучшее. Самый-самый-самый заряженный компьютер в мире. То есть идея сделать самый быстрый компьютер в мире, чтобы человек мог просто прийти и ощутить, что это такое. Как это? Монитор здесь 4К, 240 Гц. Человек может здесь закрыться, как это и происходит, на 5-8 часов, играть, ему все подносят. Но, если ты пришел с другом, пойдемте покажу. То же самое, только для друзей. Здесь у нас использован такой же компьютер. Все плюс-минус похоже. Только мы решили поэкспериментировать с монитором. Это новый экспириенс, которого я нигде не видел в мире. Очень рискнули, и у нас все получилось. Давай начнем с первого кинотеатра. Пойдемте. Это очень хорошо. Да, расскажу про эту идею. Нам хотелось сделать что-то особенное. Домашнее кино, PlayStation 5, Dubai, сервис, акустические панели, звездное небо, как в Rolls-Royce, объемный Dolby Atmos звук, кресло-реклайнеры, кожаные. Нет, тут респект. А второй кинотеатр сильно отличается? Давай посмотрим. А потом я подумал, ну если у тебя есть компания на 8 человек, на 7, на 6, ну куда прийти? Вот. Слушай, ну честно, я уже пересмотрел все эти кипер-клубы, не вызывая таких эмоций, но вот этой комнатой ты прям добил, прям хорошо, очень хорошо. Кипер-звук нормально или поручил? Нет, вот звук идеальный, как в кинотеатре. Dolby Atmos срабатывает. Антон, у нас прям все идеально, но размер с телевизора чуть-чуть больше будет. Вот и правда бросается. Появится больше, мы заменим. Хорошо, давай поговорим про стоимость всего клуба. Если быть точным, это 900 тысяч долларов. Это выходит нормально, еще учитывая фактор локации. Локация очень сильно решает, потому что в эту сумму инвестиций входит все. Аренда, маркетинг, первые зарплаты, первые и последние платежи, страховки. Все, что связано с этим проектом от А до Я до запуска до кассы, это в районе 900 тысяч долларов. У меня идея моего бизнеса заключается в минимальной затратной части и отсутствии человеческого фактора. Поэтому у нас автоматическая кофемашина очень дорогая. Идея заключается в том, что мы следующий проект хотим открыть в формате нано, где не будет администратора вообще. То есть будет полностью все автоматизировано. Хорошо. Учитывая все эти факторы, по бизнес-плану сколько времени будет окупаться? Мы закладывали 2-3 года. Вот, в принципе, мы идем по этому плану. Посмотрим. Хорошо. И последний вопрос, сколько она принесла за последние? Ну, сколько она принесла каждый день в среднем? Каждый день выручки. Выручка у нас от 4 тысяч дирхам в день. По-разному. Там выходные, понятное дело, больше. Я просто называл тебе средняя цифра, там 4 тысячи с чем-то. Вот октябрь мы закрыли, 155 тысяч дирхам. Супер. На Сабиршоке мы уже разработали для вас 17 режимов, куда ходят Сюрф, БХОП и КЗ. И до 1 декабря у нас удвоенный шанс дропа для игроков с прямой подпиской. Просто играй, и тебе может выпасть любой скин, который можно вывести в Steam. Сейчас хорошее время потестить Сабиршок. Мы находимся в DFC. И вместе со мной Рома. Здорово, Эрик. Привет. Давно не виделись, что этот год? Последний раз мы с ним виделись на канале, когда я снимал ролик про клубы за миллион долларов. Это было в Москве, Invasion Universe. После этого ролика ты побил все рекорды. О тебе уже говорят все. Все самые богатые, все самые известные люди. Все они там. То есть ты смог сделать это в России. И сейчас мы находимся в Дубае. И не то, что ты повторяешь успех, ты его приумножаешь. Потому что сзади меня не просто дрель, а еще и его клуб. Не это здание. Будущее. Но он еще не готов. Он не готов. Да, мы пришли на инсайдерский момент. Это абсолютно. Я сам такого еще не видел. И сегодня вам покажу такое, чего еще никто не видел. То есть это будет очень странно. Это эксклюзив, то есть никто? Это, ну пока да. Здание, это бизнес-центр. И внутри этого здания есть какая-то труба. Я бы так сказал, что это труба между двух башен. То есть у нас клуб, он висит прямо в воздухе. Соответственно, обзор на весь Дубай практически 360 градусов. Да, то есть вот эта вся труба, которая идет через это здание, это все Invasion Universe. Будущее. И плюс еще весь этаж вот этой башни. Тысяча сто квадратов в этом здании. В общем, я видел эти фотки, и я просто... Я тоже глядывал. И у меня всегда была ассоциация, когда я видел эти фотки с Человеком-пауком. У тебя не было такого? Ну да, или Бэтмен. Вот у меня фотка в Инстаграме, где я стою вот так вот. Это как будто я в логове Бэтмена, да. Нужно это показать сейчас вам. Ну мы когда увидели эту локацию, у меня просто взорвался мозг. Я понял, мы должны любой ценой ее получить. А мы, надеюсь, в нем мы узнаем цену? Ценую... Сколько это все стоит? Ну в целом могу, да. Все, погнали. Погнали? Да, погнали. Ну что, мы поднялись на 16 этаж. И тут уже начинается работа. Это сейчас какая стадия? В общем, на самом деле мы впервые такое делаем. Сейчас по факту это так называемый Shell Core, когда этаж полностью просто без ничего. Но у нас есть полностью уже дизайн-проект, у нас есть планировка. И мы решили проверить, насколько она логична. И построили, в общем, клуб, ну как бы, знаешь, как говорят, из ипалок. Вот просто вот из картона, пенопласта и так далее. То есть, чтобы все логистические вот эти ходы продумать. И я сам еще это не видел, то есть я специально для этого сейчас пролетел, посмотреть, как получается. И мы вместе будем смотреть. Представьте, какой открывается вид. Здесь, к сожалению, сейчас заклеена часть вида, чтобы не запачкать окна при стройке и так далее. Я все фишки не буду рассказывать, безусловно. Но просто представьте, что вот сюда можно будет просто заехать вкусно поесть, выпить кофе, например. Плюс у нас, естественно, будут кальяны. Так, только я не понимаю, да, это классные макеты. Да, то, что мы здесь видим. Да, но зачем их делать вживую? Это такой подход у наших архитекторов. У нас одна из самых крутых вообще студий не только в России, на самом деле, но и по миру, я бы сказал. У них международные награды и так далее. У них такой подход. Они хотят убедиться, что в реальности все сходится с фантазией, так скажем. Вот, и это вот такой подход. Я сам удивился, когда нам это предложили. Но сейчас я понимаю, что это очень грамотное решение, потому что я немножко иначе представлял. Здесь у нас больше будет именно как полноценный ресторан-бар. То есть, поскольку клуб более масштабный, плюс Дубай, на самом деле, помимо геймеров, которые здесь живут, очень много туристов, которые не все играют. Я тоже думаю, что они захотят к нам прийти, и мы их уже будем вовлекать в гейминг-тусовку. Вот, поэтому мы решили сделать здесь целый такой отдельный юнит чисто по еде, напиткам. Мы сейчас пройдем в часть, где будут непосредственно вип-комнаты, компьютеры. И там я еще сам тоже не видел. Там должны были также построить все эти стены, макеты. Ну, компьютеров, может, не будет. У нас не будет компьютеров. Что? Играть можно будет, но не будет компьютеров. Вот такой тоже байт небольшой. Объясни. Это тоже ноу-хау, про который ты узнаешь. Это не компьютерный клуб? Это компьютерный клуб. Но в нем не будет компьютеров. В том виде, в котором все привыкли. То есть, в облаке все будет? Ну, можно и так сказать, но не совсем. Это тоже такой суперэксперимент, про который есть что рассказать. А, один корпус на все? Нет. Тоже не выкатаешь. Ладно, хорошо. Это випка? Это одна из випок, да. Это будет большая випка. Помнишь, как у нас в Москве, где 12 компов? Здесь будет в этой части... В принципе, эти крылья, они симметричны. То есть, что здесь есть такая випка, и там даже такая есть випка. Это будет так называемая супер вип. Она порядка 60 метров квадратных. В ней будут всякие различные новые фишки, которых не было в Москве пока что. Но скоро будет. И она на такую большую компанию, и стоить она будет прям много. Окей, 400 долларов. Больше. Больше, чем 400 долларов? А сколько человек может поместиться? Ну, я думаю, что человек 12-15. Вот, там вот чуть-чуть видно вид, но он здесь не самый эпичный. Но в целом здесь будут компьютеры и пластешно в итоге? Тут много всего будет. Все, понятно. Это мы сейчас заходим на кухню. Это все будет кухня. Мы разурабатывали ее наполнение порядка 4 месяцев. Вот. Продумывали логистику, как кто будет здесь двигаться, чтобы эффективность выдавать. В это время люди работают? А здесь работают и ночью. Прикол Дубая в том, что здесь очень быстро строят. Но при этом ты будешь согласовывать а-ля год, чтобы это строить. И потом там за 4-5 месяцев построишь. Вот так. Если в Москве наоборот, ты можешь начать и просто будешь невыносимо долго строить. Тут много бригад. Они просто сколько надо тебе привезут строителей. Насколько хотят работы зарабатывать? Они хотят, да. Это последняя у нас комната, да? Да. Смотри, здесь, как выяснилось, еще не построили стены. Но, может, оно и к лучшему. Тут будут вот так VIP-комнаты по кругу. Здесь будет VIP-комната с видом сразу на музей будущего. Начиная от музей будущего и заканчивая Бурж-Халифой. Прямо панорамное окно на 180 градусов. Вот это все будет здесь. Это будет тоже VIP-ка? Это будет супер VIP-ка. А, еще дороже. Самая дорогая. 700 долларов сейчас? Большая. Серьезно? Ну, смотри. Ты ориентируешься на кого? На шейхов? Слушай, у меня разные аудитории. И, безусловно, я понимаю, что в Дубае, так же, как и в Москве, есть категория людей, которые сможет позволить себе эту комнату. Она, может быть, не всегда будет занята, но она должна быть. Судя по тому, что я вижу в ресторанах хай-левела, люди, которым это подойдет, тут есть. Вот. Насколько их много, скоро узнаем. Вот. Ну, собственно, Бурж-Халифа. Супер красивый район DFC. Вон там, через дорогу, дворец шейхов. Здесь заклеен вид, чтобы окна не запачкали. Нет, слушай, это логово октопуса. Понимаешь? Да, да, да. Нет, супер, очень достойно. А это что такое? Это пластешки? Да, телеки с PlayStation, диваны. Также тут должны были быть столы, но что-то не сделали еще, видимо, не изготовили. Ну, мы с тобой тут потом посидим, покайфуем. Это когда? Твоя ставка, когда? Я не буду даже говорить. Ну, ладно. Я надеюсь, что до весны 2024 года. Кредиту? Ну, ближе, да. Может быть. Мне кажется, ты слишком переоценил. Может быть. Это невозможно. Может быть. Я думаю, где-то к июлю или обду. Все может быть. У меня надежда только на Амара, нашего строителя, потому что он говорит, что, в принципе, скорость – это регулируемый параметр. Соответственно, в принципе, если сделать все стратегически грамотно, можно успеть. Окей, и давай поговорим о самом интересном. Да. А сколько вышло это помещение? Еще не вышло. Ну, уже потратили миллион на этом этапе. Вот, и по плану 6, возможно, больше. Окей. И по планам окупа? Есть разные сценарии. Вот не хочу пока это озвучивать, но должно быть от среднего такого позитивного до суперпозитивного. Давай, позитивно 3? Ну, это нормально. Это нормально. А, ну, и в самый момент, сколько стоит месяц арена? Давай так, больше, чем 20 тысяч долларов? Больше. Больше. Локация классная, все разрешения и так далее можно получить. Я считаю, что оправданная цена. И я больше скажу, что в Москве, если взять топовые локации, они будут стоить дороже, чем здесь. Ладно, все-таки, больше, чем 50? Сколько? Больше, чем 50? Нет. Все, этого достаточно. Нет, очень-очень амбициозный проект. Но я думаю, процент того, что это получится, 95%. Спасибо за веру. Но я думаю, больше не меня. Ты в этот проект веришь? На 200%. Ну, все, значит, получится. Окей. Одним дублем давайте запишем конец. Это момент для ролика. Прости. Я, знаешь, что я думал? Слушай, я первый человек, который сел на диван. Я собирался с тобой сесть. И ты оказался таким быстрым, что он меня спас. Я думал, что здесь это наложено, типа... Я тоже знаю. А не так. В общем, здесь у вас на экране ролик, где я построил свой первый клуб. Поэтому... Нет, второй клуб. Вот, вы можете его посмотреть. Это все дело происходит в Грузии. Всем большое спасибо. С вами был Эрик Шоков. Не-не-не, нужно смотреть сюда. Тут и будет картинка. Да. Вот, вот здесь ролик. Поздравляю, кстати, с открытием. Я понимаю, так тоже, что все круто. Да, там хорошо идет. Кайф. Сейчас мы тебя будем отряхивать. Да. О, ну это уже на другом канале. Да. О, ну это... О, ну это уж мы